За приключениями Татьяны Лавровой, не только за тем, как она купается в проруби, но в принципе за всей рубрикой «Зеленая среда» можно следить и в наших выпусках, да, утренней программы «Кофе плюс», где они появляются, но и также потом выкладываются они в записи на канал YouTube или также на сайт www.tvplus.err.ee. А сейчас тему «Зеленой среды» и «Окружающей среды» мы продолжим, ведь сегодня в помещении Министерства окружающей среды состоится конференция, на которой будут представлены результаты исследования, связанного с пищевыми отходами в продуктовых магазинах и предприятиях пищевой промышленности. О том, насколько много еды у нас выбрасывается, нам расскажет Петер Эк, глава отдела отходов Министерства окружающей среды. Доброе утро. Доброе утро. Я помню, что было прошлое исследование, оно датировано 2015 годом, там речь шла о том, сколько отходов у нас выбрасывается из домохозяйств, то есть сейчас сумма 63 миллиона евро плюс-минус. На этот раз анализировали торговые сети, предприятия продажи питания. Значит ли это, что жители Эстонии начали выбрасывать отходов меньше или просто вы к ним вернетесь чуть позже? Точно уж вернемся позже уже к тем шифрам и поведениям, как люди дома себя поведут в этом смысле. Это первое исследование действительно покрывало, как и вы сказали, сколько образуется пищевых отходов дома и системы общественного питания. В ресторанах, барах и столовых тоже, школы, больницы и так далее. В то время у нас не было просто ресурсов, чтобы покрывать все части этого вопроса. И вот это второй степень этого исследования действительно дошел до магазинов и до промышленного производства пищи, в принципе. И какие данные мы, в конце концов, из этих двух исследований получили, было то, что порядка 93 тысячи тонн в год образуются этих отходов. С этого порядка 70 тонн почти из томов. То есть это все-таки самая значительная часть вообще. С магазинов, как это новое исследование показало, в смысле объема это где-то порядка 12 тысяч тонн. То есть это все-таки тоже довольно значительный. И, конечно, там есть довольно много таких мероприятий, путей, как этого уменьшать. В 70 тысяч тонн идет из домохозяйств, 12 тысяч тонн идет из магазинов, еще 8, я так понимаю, это предприятия производства, промышленные предприятия. Это меньше, туда еще остаются ведь и это общественное питание, то есть рестораны, бары и так далее. Из действительно предприятий пищевой промышленности, это где-то порядка, может быть, 5 тысяч тонн только. Но там и нужно понимать того, что мы здесь говорим об отходах, но в юридическом смысле там существует такое понятие, как обычные продукты, что не отход и не пища, но что-то между этими. И это нужно тоже понимать, если мы говорим, то есть в самом деле таких материалов, пищи, которые не отправляются и не продаются как пища, позже, но они не покрыты с численностью отходов уже или отчетности отходов. Судя по тем цифрам, которые вы сейчас озвучили, проблема действительно имеет место быть, но она все еще касается домохозяйств, той еды, которую люди покупают к себе домой, не используют ее в пищу, и потом она отправляется, соответственно, в мусорный бак. Она не так остро касается тех же самых магазинов, которым приходится выкидывать какие-то продукты питания по окончанию их срока годности, или я не прав? Да, если смотреть такую общую картину, это так. Но с другой стороны, конечно, влияет поведение людей у дома, то есть уменьшать эту часть, которая самая главная, это и самая трудная. Гораздо легче все-таки найти какие-либо подходы, чтобы уменьшать это в предприятиях, в том числе и в магазинах. Это и в других странах так же смотрится. Это, конечно, проводится, и в Эстонии тоже такие планы есть, провести разные кампании информации и так далее, чтобы действительно и люди дома смотрели на это и думали побольше. И здесь, конечно, есть, скажем так, что связи с этим, ведь, например, явно, что то часть, что образуется как отход в магазинах, это не удалось продать даже снизенными ценами. То есть один из путей, чтобы магазины просто позже и раньше начали бы с этими сниженными ценами кампаний. С другой стороны, если мы смотрим те данные, почему образуется столько отходов в дома людях, то выходит, что некоторые части населения с, может быть, более низкими прибылями и так далее, они часто покупают именно только эти сниженные уже ценами продукты, и тогда они смогут сами дома съесть это в короткий срок, и потом дома они станут отходами. То есть здесь и то, и то, чтобы магазины смотрели на это все, как это можно по-другому сделать, и, с другой стороны, чтобы люди понимали, что не стоит покупать столько просто за то, что цена сниженная. Ну, это убедить общество потребления в том, что чрезмерное потребление – это плохо. В общем-то, так можно сформулировать какую-то конечную цель. Если мы говорим о магазинах, то какие продукты сегодня отправляются в мусорный бак чаще всего? Это готовая кулинария наверняка? Нет, это выходит, конечно, что самая значительная часть – это все-таки овощи и фрукты. Это порядка 40% чем-то. И кроме того, еще, конечно, будут там и мясные продукты, рыбные, хотя не столько молочные продукты, и готовые уже блюда тоже довольно значительные. И вашим исследованиям вы уделяли внимание в основном каким-то крупным магазинам или все-таки тем, что еще остались какие-то маленькие магазинчики? Если да, то какие магазины выбрасывают продукты больше? Участвовали в этом исследовании, в конце концов, 35 магазинов. Они были выбраны так, чтобы они были как будто разрез сегодняшней торговли. И как мы все знаем, развитие в этом плане в Эстонии были довольно-таки интересные. Не так уж похож к многим другим странам. То есть у нас очень много, очень крупных магазинов. И очень резко снизилось число таких более маленьких магазинов. И сегодня уже в этом исследовании тоже есть данные об этом, что почти половина пищи уже продается через эти очень крупные магазины. То есть очень крупные считаются уже свыше тысячи квадратных метров. Супермаркеты, гипермаркеты. И то, что уже ниже 100 квадратных метров, это считается, скажем так, что маленьким магазином. И через эти маленькие магазины как максимум 10% продуктов вообще продается. И пищевых отходов еще меньше там образуется. Если говорить об этом исследовании, то понятно, что оно все-таки показывает 12 тысяч тонн, которые магазины выкидывают на улицу. Чтобы сократить это количество отходов, нужно и желание в том числе крупных торговых сетей эти отходы сокращать. Вот у них на сегодняшний день, вы располагаете какими-то данными, есть желание сокращать это количество отходов и как-то работать совместно с Министерством окружающей среды? В общем, есть, да. И здесь, опять, если сравнить, это исследование дает и данные те страны, где такие же исследования уже раньше сделалось, их немного даже в ЕС. Северные страны, Германия, Великобритания, например. В этом сравнении количество, которое образуется в домах. Это почти в Эстонии, Финляндии все равно, и другие страны все-таки показывают гораздо более высокие шифры. То же самое можно сказать и на торговле, хотя здесь там даже разницы не так уж большие, может быть. И, конечно, это ведь со стороны торговли это убытки. В принципе, они ведь выкидывают кое-что, что имело цену раньше. И в среднем это исследование показывало тоже, что это порядка 22 миллионов, что выкидывается как отход, если бы это был продан как продукт. То есть это все-таки деньги. И сами эти фирмы, они не интересованы об этом. С другой стороны, какие для них есть возможности? Один из них, конечно, дарит еще Едиму и Еду. Есть такая организация, хорошо видно, хорошо работает в истории, как Тойду Банк. Не они только, но они действительно. И как все-таки лучше кооперировать с Тойду Банком и передать им, чтобы те, которые нуждаются в помощи, получили бы это. Это один из таких путей, конечно. И другой, действительно, чтобы как раскладывать вообще в магазинах пищу, как вообще система, скажем так, что какое время уже нужно начинать с этими сниженными ценами продажи и так далее. Петер Эк, глава отходов Министерства окружающей среды, был у нас сегодня в гостях. Спасибо, что пришли. А сейчас на ваших экранах сообщение из области культуры. Те события, которые произойдут в культурной жизни Эстонии в ближайшее время.